Доброе утро! С вами Венера Ивашкова. Две недели вы, читатели ИРКРУ, задавали свои вопросы заместителю председателя комитета городского обустройства Андрею Пономареву. Ответы на некоторые из них мы решили узнать у Андрея Николаевича лично. Пойдемте за мной! Андрей Николаевич, доброе утро! На сайте ИРКРУ читатели задали вам больше 30 вопросов о ремонте дорог в Иркутске. Мы хотели, чтобы вы ответили на несколько из них. Присаживайтесь. Итак, первый вопрос. Можно ли запланировать снятие асфальта и его обратную укладку в одно время, то есть в какие-то сжатые короткие сроки? Я бы так сказал, что период от момента фрезерования до укладки особо не регламентируется, но у нас существуют требования. Период это 5 дней. Для чего это дается? Чтобы отфрезеровать асфальт, затем нужно будет проверить отфрезерованные карты на момент их водоотвода и ровности. Затем необходимо будет выровнять люки, где-то произвести какие-то еще подготовительные работы. Вот этот период времени не дается. Но зачастую, когда после фрезеровки происходит приемка вот этого основания, появляются какие-то замечания, которые подрядчику необходимо устранить. И сроки, соответственно, продлеваются. Здесь мы работаем в том плане, что выписываем предписание подрядчику. Если он не успевает в срок, то, соответственно, получает за это штраф. Спасибо. И второй вопрос нашего пользователя. Можно ли установить какую-то монополию в сфере проведения дорожных работ, чтобы отдавать тендеры каким-то одним и тем же компаниям? Ну, это, конечно, принципиально неверный вопрос. То есть все закупки, которые у нас происходят, они в единой функциональной системе, то есть через проведение открытых аукционов, где не каждый желающий, да, но опять же здесь какое условие, то есть та фирма, которая должна выполнить эти работы, это она определенно должна иметь опыт работы за последние, там, ну, три года, да, то есть у нее должны быть в истории те же самые контракты на выполнение тех же соответствующих, сопутствующих работ, которые, вот, наверное, заявляются, там, на ремонт, допустим, дорожного покрытия, вот, и причем объемы должны быть, там, ну, не меньше, там, 20% от той стоимости, на которую она сейчас, ну, грубо говоря, претендует. Поэтому монополия нет, конечно, никакой здесь невозможным в рамках закона, поэтому все наши контракты, аукционы, они на открытой площадке, любой желающий может посмотреть, какие работы планируется проводить, вот, в каком месте, поэтому здесь однозначно нет. И последний завершающий вопрос от нашей читательницы, она спрашивает, на каком этапе сейчас находятся работы по маратовской развязке? Маратовская развязка, ну, на данный момент сейчас заканчиваются работы по перекладке инженерных сетей, это, там, большие сети, это Ростелекома, вот, согласовываются графики по переключению абонентов, вот, и на этой неделе, я думаю, эти работы закончатся, проведем, и старая сеть будет демонтирована, соответственно, уже начнутся работы по асфальтировке. Ну, и в основном, как бы, работы уже подготовительные прошли, тротуар уже тоже все заасфальтировали, осталась вот сама проезжая часть, установка освещения также закончилась, светильники уже подключили почти все. Ну, вот, я думаю, нам еще недельки две-три, возможно, да будет, чтобы закончить этот этап. И, продолжая вопрос про Маратовское кольцо, читатели говорят, что, якобы, работы немножечко отличаются от проекта, который был представлен ранее. Ну, я так понимаю, что они, может быть, сравниваются с каким-то, ну, у нас есть большой, так скажем, такой, да, очень дорогостоящий проект с разноуровными развязками, которые уже давно муссируются, вот, но в данный момент, как бы, мы сейчас вот делаем это второй этап, если вы можете посмотреть, да, вот на вот эту карту. Вот, как видим, наше кольцо Маратовское, да, вот это первый этап, который был сделан в прошлом году, и, как показала практика, да, то есть он очень сильно разгрузил кольцо и хорошо сейчас работает. Вот в этом году что делается, то есть это спрямление участков, про которые мы говорили, где с улицы Ангарской по прямой будет уходить на улицу баррикад, также с баррикад не будут по кольцу, как бы, огибать, а по прямой будет уходить на Ангарскую. Здесь будет выделена полоса на рабочего штаба, с рабочего штаба также здесь будет, вот этот треугольник будет расширяться, вот, здесь, соответственно, тоже разделение потоков будет происходить, вот, и здесь еще что делается, то есть мы сделали парковочное место для поликлиники 9-й, которое очень нуждалось в этом, вот, и устройство пешеходных переходов, то есть рабочего штаба по островку, потом огибаем по окружности, и здесь переходим уже на фортуму, то есть, соответственно, и здесь также у нас строится тротуар до пешеходника, который делали в прошлом году. Поэтому вот эта развязка, она не такая, как бы, глобальная, но позволяет за счет более меньших финансовых средств делать, ну, хорошую, так скажем, проходимость этого участка, вот, и какой-то период времени, ну, она будет вполне справляться со своей задачей. Теперь давайте резюмируем, куда нужно обращаться иркутянам, чтобы был выполнен ямочный ремонт, может быть, ремонт во дворе или в частном секторе? Ну, чтобы сделать заявку по ямочному ремонту, да, или обозначить какую-то проблему, достаточно позвонить по телефону 520444, это комитет городского устройства, наш телефон департамента дорожной деятельности. Также вы можете зайти на сайт Иркутского автодора, у них там есть такая галочка, как бы, да, это охота на ямы, вот, где они также принимают заявки. Ну, и сейчас очень хорошо, так скажем, включился в работу сайт Иркутянин, где также с привязкой к адресу, с фотографиями можно выложить это место, как бы, да, и потом получить ответ. Это что касается ям по частному сектору, здесь вы также можете, ну, заявки вообще оформляются через депутатские округа, то есть это нужно обратиться к депутату, да, чтобы улицу включили в перечень работ на следующий год. Вот, а если говорить про дворы, ну, здесь два направления, как бы, да, обычный ремонт и комплексный ремонт дворов. Если, допустим, обычный ремонт, то тут нужно будет через, опять же, через депутата, через депутатский корпус, да, проходить, чтобы включили этот двор. Но там минимальный работ, перечень – это устройство сортобетонного покрытия, да, и ремонт тротуаров. А если же хотят, там, какие-то детские площадки, спортивные площадки, еще что-то. Необходимо решение собственников по двору, затем необходимо сделать фотографии по двору, которые показывают, ну, насколько двор выглядит, в каком состоянии. И потом нужно будет сделать небольшой экскиз по своему двору, план, который они хотят реализовать в этом году. Ну, вот, в принципе, собственно, и все.